привет друзья мы на санторини в городке и это маленький городок такая достопримечательность культурная сейчас у нас будет обзор этой и улочки белые домики голубые крыши в общем будет интересно обязательно подпишитесь на канал сегодня у нас 19 апреля здесь достаточно холодно градусов 12 ветер с моря сильные но собственно сейчас еще утро в обед будет потеплее это никак не мешает получать удовольствие очень ярко светло все беленькая красивая в апреле здесь прохладно но зато 10 часов утра и очень мало туристов остров санторини это вулкан вообще-то вот сейчас мы видим как бы такую дыру посередине с маленьким островком этот маленький островок это и есть кратер вулкана вода которую вы сейчас видите ее не было до извержения после извержения вулкана вот образовалась вот это воронка да как подсказывает мне и сейчас остров санторини выглядит именно так на вулкан который видите впереди есть экскурсии и там же есть термальные источники в которых можно купаться обзор вулкана у нас тоже будет так что подписывайтесь чтобы не пропустить ребята за 10 евро можете узнать кто ваш суженый ряженый и что вас разгрузил на 10 евро вы тоже узнаете за 10 евро а вот эти замечательные виды мы сейчас спустимся в самый низ выбираете место где жить на санторини городок очень даже подойдет особенно вне сезон мы живем в том месте где есть море выход на пляж тоже посмотрите обзор отеля он очень хорошо подойдет для летнего отдыха для отдыха такие весенне-осенние месяцы городок оя шикарные виды то что нужно вот такое какое-то культурное заведение с семью с частью колоколами ну не культурная я не знаю религиозная мы сейчас попробуем в него зайти вчера мы приехали она была закрыта это все находится буквально там но в 100 метрах от автобусной остановки на которой вас привезут из любого места где бы вы не жили на санторини проезд на автобусе с человека евро 80 независимо от расстояния снимать и фотографировать нельзя и зайти нам не удалось потому что закрыто время работы не указано другой раз много каких-то магазинов маленьких лавочек они все состоят из одной комнаты размеров метров 30 квадратных не больше и по всей длине этих улочек распиханы растыканы эти лавочки можно зайти посмотреть купить магнитик футболку кто что любит покупать таких местах очень много мест которые называются приват пропати заходить нельзя это как бы частная собственность это маленькие отельчики но все равно мы вчера зашли на какой-то балкончик частной собственности сделали шикарные фотографии к нам вышла женщина сказала владелица что она как бы фотографируйтесь но не злоупотребляйте мы сделали еще парочку классных фотографий ушли то есть местное население владельцы этих отелей чеков очень радушные и несмотря на то что здесь миллионы китайцев украинцев россиян и англичан ходят каждый день не залазят на их частную собственность они к этому относятся лояльно так что в принципе можно заходить фотографироваться от какие-то даже ворота я мог бы зайти вниз туда спуститься сделать супер фотки меня бы попросили уйти но я бы естественно ушел но никто бы не ругался не возмущался так что здесь как бы все очень лояльно впереди смотровая площадка мы на ней вчера были это такое что-то менее современное чем все остальное и наверху люди приезжают привозят экскурсии много сюда вечером встречать закат это выглядит очень мэйзи красиво и удивительно и после того как солнце заходит все хлопают в ладоши рады счастливые китайцы фотографируются англичане фотографируются мы чуть позже туда зайдем мы посмотрим виды еще с этого культового места на котором все фотографируются поля загорелась китайским шарфиком потому что и дует в уши вчера она загорелась шапочкой потому что нужна была супер фоточка шапочка здесь ветер да ветер очень сильный ветер если что пошли заглянем магазинчик шарфиком символ греции это осел и ослы здесь везде я не имею ввиду людей которые здесь отдыхают хотя некоторые из них отчасти тоже но статуэток и рисунков изображения слова очень много какие-то такие элементы у них наверно остались от их предков гречане греки не очень любят работать и поэтому общепринятое мнение что не очень любят работать и поэтому них нету таких вещей которые мы видели например в китае где везде висят плазменные телевизоры какие-то технологичные вещи у них висят старые платки и доисторические вентиляторы но это создает создает свой какой-то такой шарм и это очень прикольно круто смотрится на фоне этих маленьких улочек что-то подобное мы видели на занзибаре и вот в греции тоже самое они недалеко ушли шарфик с ослом мы зашли в локацию где абсолютно нет ветра это классно интересное столкновение не знаю как это назвать культур все арабы надушины в шортах и майках фотографируются все китайцы фотографируются в шапках и в куртках берегут свое здоровье и поэтому наверное живут до 100 лет не знаю до скольки живут арабы да может быть действительно они приезжают из жары им приятен холод а китайцы просто хотят жить сто лет это одно из тех мест которое называется когда подходишь к выбору с отеля отеля с умом и правильно выбираешь отель вот можно лежать здесь возле такого бассейна там кто-то лежит и туда смотреть если букиш отель бездумно и ветер не дует и следует букиш отель бездумно смотришь на цену и не смотришь на расположение можно лежать совсем не здесь и смотреть совсем не сюда причем быть в той же самой и поскольку она достаточно маленькая если вы увидите и и отель мы купили отель чуть чуть дальше чем могли бы купить причем здесь мы могли бы купить наверняка его немножко даже дешевле без окна мы бы простили отсутствие окна такому внешнему виду да вот я залез на эту смотровую площадку здесь бешеный ветер конечно возможно будет не слышно звука так это все выглядит со смотровой площадке ветер на просто мега сумасшедший еле держу себя и еле держу камеру решетка с замочками замочков мало их возможно снимают возможно люди неподготовленные без замочков сюда приходят если бы я был предприимчивым китайцам я бы поставил здесь маленький лоточек с замочками продавал бы но грекам лень выглядит тоже красиво и мы тоже пришли без замочка надеемся это не испортит нам следующую возможность приехать сюда и мы все равно вернемся потому что здесь очень красиво здесь не видно сейчас не очень видно впереди на вершине горы деревьев деревня и мирагвили мы поедем в нее чуть позже сегодня тоже будет небольшой обзорчик издалека выглядит очень красиво и это ну судя по всему самая высокая точка на которой есть деревня санторини здесь не очень понятно куда можно идти куда нельзя идти поэтому мы идем везде где где не закрыты двери вот как бы дверь не закрыта если заглянуть вроде как отель вот так отдыхают люди которые покупают путевки правильно но здесь безумный ветер в апреле наверное они отдыхают здесь правильно все летом а в апреле в начале весны даже выбрал правильный отель вы можете вот здесь не лежать потому что просто вас сдует большим магида там жить а это как-то большой отель чудесный знак с ослом сюда спускаться нельзя или может у нее какое-то другое значение не знаю мы обнаружили почему с ослами здесь нельзя наверно поэтому это были те которые другим значением этого знака являлись люди которые пришли сюда с ослами сами будучи ослами и вот теперь результат а а а а и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Номера с бассейном Нашли номер с бассейном С видом на что-то красивое За вот этой белой крышей Здесь очень много номеров В которых оказывается без окон Но я могу сказать Теперь однозначно, что окна здесь просто не нужны Потому что сама архитектура такая Или его негде прилепить Потому что все построено на горе Или если оно у вас есть И его прилепили В него будет заглядывать каждый из миллионов В течение дня проходящих туристов И смотреть чем вы там занимаетесь Возможно у вас магазинчик Или еще что-то будут стучаться То есть окна здесь однозначно не нужны Зайти можно практически куда угодно Но хотя вот здесь написано Приват, не заходить Но вокруг... Да, сейчас мы заглянем в этот приват Да, вот видите Не совсем приват Потому что все сюда заглядывают Топлес не позагораешь Такой обзор у нас сегодня получился Ребята, так что смотрите, приезжайте Ходите по улочкам, гуляйте Здесь очень интересно Вам очень понравится Сюда можно приехать из любой точки Санторини На автобусе За 1,8 евро Это недорого Здесь можно провести Ну часа три точно погулять можно А большинство людей сюда приезжают Чтобы встретить закат Это выглядит очень красиво Обязательно подписывайтесь на наш канал Ставьте лайк Нажимайте колокольчик Чтобы не пропустить новые видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok